В эфире новости губернии в студии Евгения Долгих. Здравствуйте. Главное к этому часу. Ждали потепления, а пришел очередной снегопад. Пока синоптики считают количество выпавших отсадков, коммунальщики вновь выводят на улице технику, а на дорогах все равно происходят аварии. Подробнее о погодной ситуации и сложностях, которые она сулит, через пару минут. Не успел испугаться мальчик, перепутавший электрички или история со счастливым концом на Самарском железнодорожном вокзале. Деятельность транспортных полицейских оценили наши корреспонденты. Марафон, который не делает различий на любителей и профессионалов. Соколь и горы вновь покоряют лыжники, у кого хватило сил пробежать 50 километров трассы, не отвлекаясь на живописные виды, покажем в выпуске. Сократить расходы, оптимизировать бюджет. Такую задачу поставил губернатор Николай Иванович Меркушкин, главам городов и районов области. При этом в непростых экономических условиях необходимо учитывать каждый рубль и продолжать развивать промышленность, сельское хозяйство и социальную сферу. На чем можно сэкономить, а какие статьи расходов останутся неизменными, расскажет Виталий Портнов. В условиях нестабильных цен на нефть и колебания курса валют 2016 год будет непростым. Губернатор в рамках совещания с главами городов и районов и членами областного правительства обозначил перспективы социально-экономического развития. Основные статьи у нас закрываются, но это будет все зависеть от того, как у нас будет с доходами, то есть сколько у нас будет поступать доходов, и мы выйдем и на те 118 миллиардов рублей запланированных доходов, то тогда понятно, что сидящие там основные статьи закрываются. И какой объем возврата? В этих условиях не исключается. Нам придется поработать не только в этом году. Не только в этом году. В принципе, это логика, что каждый рубль надо считать, каждый вложенный должен давать отдачу. Осложняет ситуацию возвращение авансовых налоговых платежей крупных компаний. Только на конец января заявок на возврат средств из регионального бюджета получено уже на 4 миллиарда рублей. Из них 517 миллионов уже возвращено. Николай Иванович Меркушкин подчеркнул, социальная политика региона будет реализована в полном объеме. Глава региона обратил особое внимание руководителей городов и районов на то, что они должны тщательно контролировать все расходы и следить за реализацией инвестиционных программ. Необходимо активнее работать с инвесторами, привлекать их на свои территории. Упор нужно делать и на создание предприятий по переработке сельхозпродукции, чтобы налоги с этого не уходили в соседние регионы. Серьезно нужно заняться развитием племенного животноводства, чтобы не закупать дорогой скот за границей. Поддельно, может, районы, посмотрите, где я должен. Может, у меня посвечались по полному бюджету в районах, в районах, в городах. Вы сами должны это посмотреть. Я знаю, сейчас Самара, условно, смотрит, смотрит еще, где можно ужаться и так далее. Потому что мы-то все равно, как бы сложно не было, если мы ничего не будем делать на развитие для развития, то понятно, что мы будем еще проедать и проедать дальше. Необходимо создавать и новые рабочие места. Для того, чтобы справиться с непростой ситуацией в экономике, надо начинать в том числе и с себя. Губернатор четко заявил, каждый государственный и муниципальный служащий должен профессионально выполнять свои обязанности. Николай Иванович Меркушкин поручил всем участникам совещания в течение десяти дней выработать конкретные предложения по работе в условиях кризисного года. Виталий Портнов, Новости губернии. ФИФА утвердила площадки для проведения предматчевых тренировок чемпионата мира 2018. Всего в списке 36 полей, среди них три самарских. Так, например, два появятся в районе радиоцентра и еще один стадион «Металлург». Все тренировочные площадки будут отвечать международным требованиям. В частности, будут иметь натуральный газон высокого качества, раздевалку, трибуну на 500 человек и пресс-центр, рассчитанный минимум на 100 сидячих мест. Поля будут использоваться командами-участницами чемпионата мира 2018 и Кубка конфедерации 2017 для тренировок накануне игр. Площадки должны ввести в эксплуатацию к 1 мая 2018 года. Тем временем погода снова готовит жителям области испытания снега. В первую очередь, обильные осадки осложнили ситуацию на дорогах Самары. Это еще мягко сказано, на 19 часов вечера пробки достигали 10 баллов. Такое бывает крайне редко. Синоптики прогнозируют, снег будет идти до середины следующего дня. Вообще, количество осадков в этом году стремится к пока еще небывалым значениям. Готовность тех, кто будет все это разгребать, оценил Николай Козлов. Сильные снегопады, переходящие в метели. Именно такая погода, по прогнозам синоптиков, продлится до середины суббота. Январь нынешнего года уже бьет рекорды по количеству выпавшего снега. Уже выпало на 75% больше месячной нормы снега, а начавшийся обильный снегопад, вероятно, перекроет норму практически в два раза. Непогода уже привела к крупным инцидентам на дороге. Рейсовый автобус номер 41 снес остановку на пересечении Московского шоссе и Киевской. Но муниципальные службы говорят, что к капризам природы они готовы, и борьба с непогодой в самом разгаре. С 8 часов у нас вторая смена. В эту смену мы планируем задействовать порядка 280 единиц техники снегоуборочной. Также в это количество входит 98 самосвалов. То есть тут же сразу будем его и вывозить с улиц города. В резерве у нас техника тоже будет. Своя техника есть и у управляющих компаний, учреждений социальной сферы. В случае, если высота снежного покрова составит более 20 сантиметров, на помощь придут и предприятия, в парках которых есть снегоуборочная техника. Соглашение с ними у мэрии есть. Так что при необходимости к уборке могут привлечь еще около 80 единиц техники дополнительно. Николай Козлов, Александр Дудко, Новости губернии. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самаре превышен на 16%. По данным мониторинга преобладает вирус гриппа H1N1. Самые распространенные симптомы – высокая температура, насморк, боль в горле, головная боль, учащенное дыхание, конъюксивит. В некоторых случаях наблюдаются симптомы желудочно-кишечных расстройств. Напомню, в связи с ростом заболеваемости в регионе уже не работают 100 школьных классов и 50 групп в детских садах. В пяти общеобразовательных учреждениях на больничные ушли более 30% детей, поэтому они вынуждены были на время полностью приостановить работу. Региональный Минздрав предупреждает, выходные в связи с потеплением ситуация может только ухудшиться. Врачи советуют Самарцам в ближайшие выходные избегать общественных мест и при появлении первых симптомов обращаться к специалистам. Потеряться и найти за пару часов. История со счастливым концом на железнодорожном вокзале. Сотрудники транспортной полиции сегодня оказали неоценимую помощь одной самарской семье, едва не отправившейся на поиски малолетнего ребенка. Кирилл Козин расскажет подробнее. Одинокий, плачущий на перроне ребенок, увы, не снискал состраданий у торопящихся по своим делам прохожих. Мальчика заметили полицейские. Отогревали и успокаивали уже в отделении. Правда, с трудом преодолевая языковой барьер. По-русски ребенок почти не говорит. Мы поняли только, что зовут его Мамаджон. И сказал, что живет, как мы поняли, в районе платформы школьной. Решили позвонить в школу 134 и выяснить, что есть такой первоклассник Мамаджон. Потерявшийся мальчик им и оказался. Счастливая случайность помогла установить личность ребенка и быстро найти родственников. В ходе общения с мамой выяснилось, что Мамаджон со школы возвращается вместе с одноклассниками. А сегодня остался один и сел не в ту электричку. Несмотря на счастливый конец истории, родители ожидают серьезная беседа с сотрудниками правоохранительных органов. Кирилл Козин, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии. Флигель-усадьба Зеленка решено включить в реестр объектов культурного наследия. Решение принято сегодня на заседании коллегии при управлении охраны памятников Самарской области. В течение месяца будет готова необходимая для прохождения экспертиза документация. Напомню, усадьба Зеленка в прошлом особняк, в котором сегодня находится дом журналистов. А флигель за ним – жилое здание. В 2011-м его признали аварийным, а в 2014-м исключили из реестра памятников и вынесли решение о сносе. Жители обратились в суд, проведя независимую техническую экспертизу, которая показала, что износ здания не такой уж и критический. Суд Ленинского района назначил еще одну экспертизу. Следующее заседание назначено на 15 февраля. Три юбилея в один день отметил Тольяттинский государственный университет. 65 лет со дня основания вечернего филиала индустриального института в Ставрополе, 50 со дня образования Тольяттинского политехнического и 15 со дня создания ТГУ. За это время из стен учебного заведения вышло более 75 тысяч специалистов. И готовятся новые. Анджела Манылова продолжит. Здесь ручкой написано «Университетский городок». Это на месте военной кафедры нынешней, военного института. А цифровные страницы истории датированы 52-м годом. Тогда еще не было Тольятти, но уже был университет. Пока только на бумаге. Чуть больше, чем полвека спустя, в кирпиче и бетоне грандиознее, чем могли предположить авторы проекта. И облик вуза продолжает меняться. Сейчас у нас разработана концепция развития нашего университетского кампуса. Есть четкое понимание, где какие объекты должны обновляться, появляться. Сейчас принято решение о строительстве бассейна. ТГУ сегодня это 14 институтов, более 11,5 тысяч студентов, 110 докторов и 40 кандидатов наук. Университет включен в программу инновационного развития Российского федерального ядерного центра и автоваза. Знаете о том, что создана специальная рабочая группа по решению президента Владимира Владимировича Путина, которая будет разрабатывать план мероприятий, посвященный по 50-летию выпуска первого автомобиля. Возглавил ее вице-премьер Дворкович. И уже первое заседание здесь в Тольятти состоялось. И часть тех планов, о которых вы говорите, по развитию Тольяттиского университета вошло в эту программу. План праздничных мероприятий правительство России поручило разработать сам президент. Подробный проект должен быть готов к 1 июля этого года. Уже известно, что университет станет одной из основных площадок празднования. Преподавателям и студентам есть что рассказать гостям города. Весь путь от вечернего филиала Куйбышевского индустриального института до градообразующего вуза Тольятти ТГУ прошел за 65 лет. И на выставке, посвященной истории университета, можно увидеть немало интересных экспонатов. В частности, макет гоночного автомобиля Баги. Чем не прототип современной формулы студент? Кстати, российский этап этих международных соревнований ТГУ принимает на своей площадке. Кроме того, на октябрь запланировано проведение финала всероссийского конкурса «ТЭФИ-регион». Впервые он будет проводиться на базе университета. Анжела Манылова, Борис Кислицын, Новости губернии, Тольятти. За месяц до конца ледового сезона в Самаре открыли новый каток. Уже 102-й по счету. Он соответствует всем нормам и требованиям даже для проведения масштабных соревнований. На самом деле, площадку залили еще до Нового года, но работала она лишь в тестовом режиме. Да и погода любителям зимних видов спорта все это время только мешала. То снегопад, то сильный мороз, то внезапная оттепель. Теперь лед обновили и официально открыли для всех желающих. Лед в дворе Саши Косторнова заливают каждый год. Но покататься на коньках юноше удалось только сейчас. Здесь довольно большая скорость. Можно с клюшкой поиграть, побросать мяч в ворота. Много можно чего сделать. Каток на базе спорткомплекса Старозагора залили еще в декабре. А открывают только теперь. До этого лед был для всех желающих доступен, но только в тестовом режиме. К тому же погода фигуристам и хоккеистам разогнаться не позволяла. К сожалению, эта зима нам преподносит сюрпризы. Планировали в декабре, установились морозы, мы залили, потом он опять растаял, потом его заливаем. И почему вот сейчас получилось? Потому что практически целую неделю были морозы свыше 20 градусов. Мы делаем определенную пропаганду для развития массового спорта, вообще спорта в целом. И поэтому мы в принципе такие мероприятия уже организовываем. Организовываем их на площади Куйбышева, показательные выступления, мастер-классы. Сейчас в Самаре это уже 102-й каток. Вход на ледовую площадку бесплатный. Для студентов, спортсменов и местных жителей уже составлено специальное расписание посещений. Этот каток площадью 2400 квадратных метров способен уместить порядка 200 человек. По утрам здесь будут проходить уроки физкультуры у близлежащих учебных заведений, а уже после обеда сюда могут прийти и покататься все желающие. Анастасия Субботина, Дмитрий Столяров, Новости губернии. Ну а соколь и горы покоряют лыжники-марафонцы. Традиционный забег в этом году посвятили прославленным самарским спортсменам. В стартах принимают участие как профессионалы, так и любители. На живописную дистанцию длиной в 50 километров вышла и наша съемочная группа. Для нас этот марафон мы целый год ждем. Соответственно, готовимся к нему заранее. Соответственно, это праздник. Организация обалденная здесь. Судин, руководящие все. Настолько здесь все сплоченно, скажем так. Настолько. Поэтому мне даже посмотрите стартовый городок. Он уже вчера. Буквально тут организаторы бегают, расставляют. Да мелочи. Это действительно спортсмену приятно. Проводят лыжный марафон Соколи Егоры в честь прославленных самарских лыжников. В этом году его посвятили мастеру спорта международного класса из Тольятти Ирине Складневой. На старте спортсменка сама дает совет участникам. Любителям я бы посоветовала обратиться именно к профессионалам, к тренерам. Потому что для того, чтобы пройти марафон, безусловно, нужно кататься. Главное проявить стойкость характера, выдержку и желание дойти до финиша. Самарский лыжный марафон зародился в 80-е годы. Пользовался большой популярностью среди лыжников, среди любителей. Поэтому всегда в этом марафоне принимало очень большое количество участников. Трассу мы сделали 7,5 километра по лыжной базе «Чайка» и 2,5 километра по лыжной базе «Динамо». Это как раз те самые «Соколь и горы», в честь которых и назван данный марафон. Дистанцию в 50 километров пытаются преодолеть около двух сотен любителей этого вида спорта. Среди них и лыжники-ветераны, и действующие спортсмены со всей страны и зарубежья. Люди разного возраста здесь наравне. Лыжи их единое увлечение, которое помогает раскрыться. Их не останавливает даже мороз и ветер. Все участники, которые доберутся до финала, получат заслуженные медали, а лидеры – еще и памятные подарки. Татьяна Пудова, Виктор Соколов, Новости губерния. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова